С появлением коронавируса во всём мире ужесточаются меры против распространения вируса. Карантин объявлен не только в тех странах, где выявлен вирус, но и в тех, куда может проникнуть COVID-19. Меры безопасности предприняты и в нашей республике. В экстренном порядке закрыты границы с Грузией, так как здесь зафиксированы случаи выявления коронавируса. Несмотря на закрытие границы, всё же на территории Грузии остаются наши граждане, которые были отправлены на лечение по линии Красного Креста. Они могут быть носителями вируса. По возвращению в республику, эти пациенты вместе с сопровождающими их лицами должны находиться в изоляции на протяжении 14 дней. Эти ограничительные меры направлены с одной целью – предупредить распространение инфекции. В связи с этим издан приказ об усилении санитарно-эпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Меры безопасности Минздрав координируют согласно комплексному плану, разработанному Комитетом Югоседпотребнадзора, который был представлен и утверждён правительством. Разработанный план чётко прописывает зону ответственности всех государственных органов, которые будут выполнять мероприятия по предупреждению завоза коронавирусной инфекции в республику. Наш приказ даёт обязательства руководителям организации здравоохранения как в городе, так и в районах, где чётко прописывается, чтобы руководители наших центральных районных больниц обеспечивали госпитализацию всех больных с тяжёлым течением респираторно-вирусной инфекции и гриппа. Потому что коронавирусная инфекция – это вирусная инфекция, и симптомы этой инфекции будут такими же, которые бывают при банальной респираторно-вирусной инфекции. Поэтому, конечно же, районные и центральные больницы должны выделить для этого палаты для изоляции и понаблюдать за этими больными в течение нескольких дней у себя в центральной районной больнице. При необходимости они будут перенаправлены в инфекционное отделение Республиканского многопрофильного медицинского центра. После возвращения в Южную Осетию пациенты, сопровождающие их лица, будут соблюдать карантинный режим и находиться в изоляции в специально отведённых помещениях – боксах. Для этого в инфекционной больнице РММЦ подготовлено специальное отделение. Все пациенты будут под присмотром квалифицированных врачей, соблюдая санитарно-эпидемиологический режим. Создан лекарственный запас, в наличии есть все необходимые дезинфицирующие средства. В случае выявления вируса больных будут лечить в соответствии со схемой лечения, рекомендованной Министерством здравоохранения Российской Федерации. Инфекционная служба на сегодняшний день у нас расположена в типовом здании инфекционного стационара, где предусмотрены мельцеровские истинные боксы, предназначенные для изоляции особо опасных инфекций, инфекций, передающихся воздушно-капельным путём. Для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, а прежде для пациентов, больных гриппом, ОРВИ, мы приготовили второй этаж нашего корпуса. Там расположены мельцеровские боксы. Больной поступает в палату по балкону, внешне, не выходит в коридор, не общается с медперсоналом. Больные все изолированы друг от друга, не общаются друг с другом. Поэтому все меры предосторожности в этом вопросе нами учтены. Меры ограничения предусматривают предупреждение граждан, которые будут выезжать в Грузию по линии Международного Красного Креста. Министерство здравоохранения и социального развития также берёт на себя обязанности об уведомлении тех пациентов, которые отныне будут нуждаться в направлении их на иногороднее лечение, то есть на лечение в Грузию. Возможно, такие пациенты появятся. И мы их будем письменно уведомлять, что по возвращении, как они сами, так и сопровождающие их лица, должны находиться под наблюдением в течение 14 календарных дней, стационарным наблюдением, я ещё раз повторяю, на базе инфекционного отделения Республиканского медицинского медцентра. В комплексе мер также прописан отдельный пункт. В случае нарушения карантинного режима гражданами, находящимися в стационаре, их будут привлекать сотрудники правоохранительных органов для принудительного наблюдения в течение 14 дней. И здесь необходимо призывать к здравому смыслу наших граждан. Как показывает мировая практика, именно карантин является самым действенным способом борьбы с вирусом, так как профилактические меры гораздо эффективнее. Поэтому не стоит пренебрегать элементарными мерами безопасности, мыть руки хозяйственным мылом, избегать большого скопления людей и воздержаться от ПСДГ, особенно в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Ирина Битева, Азиз Багаев, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня.